И хотя официально это учреждение называется Брестский психоневрологический интернант для престарелых и инвалидов, его проживающие и гости называют домом тепла и уюта и не случайно. Яркими красками и хорошими добрыми событиями жизненцентр наполняется регулярно. Творческие праздники, веселые досуги и, конечно, подарки. Для проживающих эти понятия очень знакомы. Наши постоянные партнеры, наши друзья, это и Лагуна, это и БРСМ, это, конечно, и наши члены попечительского совета. Мы сегодня их видели, представляли, что тоже они нам активно участвуют, активно помогают и в том налаживании волонтерской движения, налаживании спонсорской помощи. Житель интерната Анатолий Борисович сегодня на сцене. Он максимально открыт публике, держится уверенно. Впрочем, на сцене, как и в жизни, чувствует себя комфортно. Говорит, здесь созданы все условия, чтобы проживающие, а их, к слову, 128 человек, ощущали всю полноту жизни. Люди имеют возможность заниматься трудотерапией, творчеством, спортом. У нас есть зал лечебной физической культуры, где мы играем, настольный телес, бильярдный зал. Проводим свои турниры по шахматам и шашкам. Мы участвуем в соревнованиях областных по футболу, по настольному теннису, являемся призером этих соревнований. Здесь есть идеальные условия для проживания. Никогда, будь то праздничной даты или обычный день, не оставляет без внимания Дом тепла и уюта депутат Брестского городского совета депутатов Наталья Ильницкая. Дарить подарки, пожалуй, это искусство, которому, как и всякому другому, можно и нужно научиться. И хотя сама депутат часто скромничает, дарить тепло и заботу у нее получается на отлично. Мы уже шестой раз приезжаем в Дом-интернат, конечно, всегда с подарками. Они делают нам заявки, мы их выполняем и приезжаем сюда. Я искренне хочу поздравить всех с столетним ювелеем, с наступившим Новым годом, Рождеством, с наступающими крещенскими праздниками. Я хочу сказать спасибо, во-первых, сказать огромное спасибо тем, кто здесь работает, персоналу, кто проживает. Конечно, такой Дом-интернат очень нужен.